Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и мы с вами на детском канале Дарвиновского музея. Я отвечаю на ваши вопросы и сегодня я отвечу на вопрос Берниковой Оксаны, 11 лет. Как отличить ягуара от леопарда? Я знаю, что не только у Оксаны, но и у многих людей возникает такая проблема. Вы видите в каком-то фильме или зоопарке животное, иногда трудно понять, а кто же это все-таки леопард или ягуар, большая пятнистая кошка. Давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, хочется сказать, что леопарды и ягуары не случайно так похожи, они родственные, они относятся к одному роду, рода пантера, туда относятся все крупные кошки. Но, пожалуй, среди всех представителей этого рода именно леопарда и ягуара максимально друг на друга похожи. Правда, отличия, конечно, между ними тоже есть. Если присмотреться, то вы эти отличия быстро научитесь находить. Ну, во-первых, леопард, он более длинноногий и у него хвост длиннее относительно тела. Ягуар, он приземистый, он коренастый, у него короткие и очень мощные лапы, у него более короткий, чем у леопарда, хвост. И, кроме того, у них отличается форма головы довольно существенно. Самое, пожалуй, яркое отличие, это, конечно, окраска. Да, обе кошки пятнистые, но если мы сравним пятна, посмотрим на них более внимательно, то поймем, что эти пятна все-таки отличаются. И если у леопарда пятна светлее и мельче, хотя этих пятен, в принципе, на теле больше, то у ягуара пятна более крупные, их меньше. И еще интересно, то если вы посмотрите, эти пятна расположены розетками, внутри крупных розеток пятен есть еще мелкие пятнышки, чего мы не можем наблюдать у леопарда. Ну, и если говорить об окраске, интересный факт, именно у леопардов и ягуаров довольно нередко встречаются животные меланисты. Это происходит в результате мутации, когда в организме вырабатывается слишком много меланида, бигмента, который придает окраску. Такие животные называются пантерами. Но если вы присмотритесь, то даже у очень черной пантеры все равно на теле прослеживаются пятна, то есть их тоже можно разглядеть. Отличаются леопарды и ягуары не только внешне, они отличаются, конечно, и с точки зрения географии, по географическому признаку. И если леопарды обитают в Африке и в Азии, то ягуары обитают в Южной, Центральной Америке и на самом юге Северной Америки. То есть в Старом Свете невозможно встретить ягуара, но если только это не зоопарк или какое-то другое подобное учреждение. У леопардов очень большой ареал, и они встречаются в очень различных местах. В некоторых случаях они являются верхушкой своей пищевой цепи. И у них нет никаких врагов. Но на многих территориях леопарды обитают вместе с другими крупными кошками, например, такими как львы или тигры, которые значительно крупнее и сильнее. И, конечно, эти хищники могут представлять в таком случае для леопарда угрозу. Ну и еще хочется отметить, что леопард это все-таки такая кошка-древолаз. Особенно подобное поведение мы часто наблюдаем, например, в африканской саванне. Поскольку есть львы и гиены, которые нередко могут отбирать у леопарда в пищу, то леопарды не только могут охотиться на деревьях, но и нередко, когда они охотятся на земле, свою добычу они потом утаскивают на дерево для того, чтобы более крупные хищники эту добычу у них не отобрали. И если леопард это кошка-древолаз, то ягуар это водная кошка, можно так сказать, потому что ягуар очень любит воду. Он не только великолепно плавает и очень с большим удовольствием это делает, он еще нередко охотится прямо в воде. На кого? Ну, во-первых, он может охотиться на водных черепах или кайманов в воде. Ну, естественно, не на взрослых, а на молодых кайманов, потому что взрослый кайман – это очень серьезный хищник. Нередко к воде подходят апиры или капибары, и ягуар нередко на этих животных также в воде может охотиться. Надо сказать, что ягуары не только охотятся в воде на кайманов или черепах, они еще с удовольствием ловят рыбу. Такое поведение леопардам, в общем-то, не особенно свойственно. И вот как раз в Америке ягуары являются самыми большими, самыми сильными хищниками, и в природе у них нет никаких врагов. Пожалуй, единственным их врагом является человек. Ну вот, пожалуй, в основном и все. Спасибо, Оксана, большое за твой вопрос. Друзья, не забывайте писать в комментариях новые вопросы для нашего канала. Заходите на наш канал, подписывайтесь на него, смотрите наши видео. Мы стараемся делать их для вас интересными максимально. Ну и, конечно, приходите в музей. У нас тут столько всего замечательного и интересного, и каждый для себя что-нибудь новое найдет. Мы будем рады встрече, и всем хорошего дня. Пока!